новое видео бро приятного просмотра всем огромный привет народ с вами как всегда жей и сегодня у нас уникальный контент не просто уникальный а уникальнейший контент а почему потому что ребята нам предоставили очень интересный аккаунт это аккаунт искателя спасибо ему огромное за предоставление этого аккаунта и уже сейчас по экранам своих девайсов вы видите тут кучу кучу прям всяких всяких неожиданных и необычных вещей но и первое что бросается в глаза это военные лагеря да ребят не просто там 4 тарана сохранено не просто там 2 тарана сохранено на память 50 карл 50 таранов и не один лагерь ребят а два лагеря 2 по 50 100 100 таранов то есть аккаунт просто забит таранами и уже сколько времени прошло когда это событие таран закончилась ну пару месяцев точно и до сих пор получается игрок с этого аккаунта ни одной атаки не провел ну конечно же раз тараны то и праздничная вот это вот в честь дня рождения клэша вот это вот баночка которая бомбит к сожалению сейчас ребят посмотреть характеристики юнитов невозможно то есть раньше это можно было сделать из меню постройки армии тут же сейчас не таранов как видите не баночек в честь дня рождения нет то есть мы не знаем не сколько урона они наносят не сколько у них и п вообще ничего то есть просто 50 таранов и просто 4 баночки вот этих вот в честь дня рождения клэша вообще если говорить про аккаунту тут все очень и очень интересно это дисбалансер dh9 с тесилками 4 тесилки тут есть разные прокачки ну и где-то должна быть пушка только хоть убейте ребят вот она вот она первого левела первого кару левела пушка ну и тут интересности на этом аккаунте не заканчиваются потому что смотрите на это сколько ачивок и ни одна награда не собрана то есть так и тянется рука нажать забрать награду но нет хозяин аккаунта сказал что типа делай все что угодно только не собирай гемы за достижения конечно же ничего трогать не буду вы просто посмотрите на этот список достижений неполученных гемов и это просто просто нечто ладно ребят ну что за тема сегодняшнего вообще видеоролика конечно же это атаки таранами атаки таранами в глобале и вот этими вот баночками в честь дня рождения клэша конечно же спустя несколько месяцев после завершения самого события ух ты ничего себе сколько тут резов завалилась в полоски с добычей собираем конечно же давайте соберем еще и обычные резы почему бы нет уберем на базе вообще ловушки перезарядим таковые вроде даже на базе присутствуют но и в общем и целом в принципе мы готовы идти в атаку заранее ребят скажу что в принципе насколько я помню тараны в одиночку особо никаких прям серьезных там достижений достичь не смогут то есть попробуем подыскать какую-нибудь слабенькую более-менее базу мы постараемся взять хотя бы одну звезду это очень большие сомнения на этот счет у меня есть итак ребят пока ставлю ролик на паузу нахожу годного противника в поиске и возвращаюсь обратно к вам никуда не переключайтесь итак ребят первая так и на самом деле мог даже не ставить ролик на паузу потому что нашел базу с первого клика заброшка тх8 и что меня тут привлекло так это вот этот вот там холл скрай то есть по идее одну звезду одну звезду по любому тут возьмем но как набьем дальше не знаю не знаю что вообще делать по тактике наверно просто запустим наших 50 таранов мы посмотрим что за трэш будет происходить но для начала конечно же раскидаем офигенные вот эти вот баночки и узнаем сколько урона они все-таки наносят предлагаю протестить это все дело на каких-нибудь зданиях дэва в центре все равно туда достаточно сложно добраться вы давайте на мортирку и на башню визарда и на башню луков сейчас кинем одну баночку и посмотрим сколько урона бабах а нифига себе а ничего себе нормальная тема давайте еще вот сюда забахаем надеюсь я до туда хотя бы дойду а то может быть зря сейчас скидываю эти баночки минус 6 минус 6 карл в здании дэва ничего себе как будто бы аегис и full team вайп сделали ну да ладно не обращайте внимание это я просто фигню говорю дозерскую и так давайте попробуем а у меня тараны бегут прямо на забор а будем ли мы убивать таранчики здания дэва а то вы так все на забор рванули давайте 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 пацаны пацаны девчонки давайте вы будете дамажить здание дэва ладно пока что пустим кинга вот сюда на пушечку и в конце концов он по-любому нам сольет танхол тут тараны все уже уничтожены по базе разбегается куча куча варваров варвары не знаю какой они силы вроде бы выглядят как будто бы первого уровня но судя по их урону это далеко не первый уровень потому что наваливают они блин ну очень и очень клёво и считаете что вот эту вот восьмерочку вообще без проблем мы на трешку берем на трешку берем то есть когда я начинал искать я думал что ну блин хоть бы там не 20 процентов хоть бы не 15 процентов хоть что-нибудь карл и тут бах соточка первой атакой и смотрите сколько легион варваров мне настолько жаль что я скинул всех таранов сейчас ёшки матрешки ладно ребят во всяком случае у нас есть еще второй миксецкий который мы точно можем проюзать ну что ж давайте я поставлю ролик на паузу подыщу еще одну базу ну и посмотрим что мы там сможем сотворить попробую подыскать что-нибудь поинтереснее что нибудь посильнее потому что неожиданно но с такой вот восьмерочкой справились просто на изи и так ребят возвращаюсь к вам и должен вам сказать что это вот низкая лига в плане поиска очень и очень интересная я вот так вот полистал базу наверно минут пять посидел полистал и тут очень много аккаунтов эпохи там холл за забором то есть через одну базу тут попадаются там холл и за забором просто вот он холл стоит скрами можно его без проблем снести забрать себе кубков и плюс к тому очень много однопушечных дисбалансеров тут заброшенных сидит в этих кубках ну и на самом деле это достаточно интересно потому что я не привык видеть такие базы в поиске и это реально прикольно и так ребят объясню вам почему собственно нашел вот такую вот базу казалось бы очень очень слабую я решил растянуть немножко удовольствие протокуем мы сейчас двадцатью пятью таранами и всего двумя баночками вот этими вот праздничными для того чтобы потом провести еще одну атаку с двадцатью пятью таранами немного обычных войск и две баночки рейджа потому что мне очень хочется посмотреть на таранов под яростью ну и плюс к тому же как вы видите тараны сначала бегут на забор и не хотят мочить здание дефа которые у них остаются за спиной поэтому собственно провязываем мы сейчас 25 таранов а следующие атаки попробуем уже замутить какую-нибудь более-менее уже тактику с разными юнитами и так ребят в общем и целом что мы тут имеем вот такой вот ребят 8 тонн холл что мы сначала делаем это наверное уничтожим вот эти вот два здания дефа вроде как у нас это получится так 2 ну блин к сожалению башню визарда не цепанули она чуть попаркача не было ну да ладно давайте потихонечку накидывать таранов нам надо использовать всего-то на всего 25 штук поэтому осторожно мы все это делаем и все окей у нас осталось 25 таранов в запасе и посмотрим на что 25 таранов в принципе вообще способны как вы видите прорываются они прям очень далеко вглубь базы подрывают заборинки очень клёвый вообще юнит и мне бы очень хотелось ребят чтоб на самом деле этот юнит добавили на постоянной основе в нашу игру в наш clash of clans потому что они реально клёвые они реально интересные с ними можно мутить годные тактики и ребят если вы со мной согласны то лайк под видео ставим либо пишем об этом в комментариях что будет вообще удобнее и интереснее потому что юнит реально прикольный реально клёвый и какие уже и сказал тактики с ним можно забасывать просто офигеннейшие так ребят чтобы не ждать пока кин крестница давайте завершать сражение тут трешечка конечно же не получилось потому что мы использовали всего лишь половину армии ну и вообще тут было слишком много секций и к сожалению наши тараны вряд ли бы справились даже если бы мы атаковали фуловой армии и так ребят эту атаку мы провели и сейчас вам надо будет подождать буквально пару секунд когда я вернусь к вам уже в третьей атаке с рейджами ну и парочкой дополнительных юнитов никуда не переключайтесь и так ребят нашел вот такую вот баску попробуем ее оформить на как можно большее количество процентов и как видите я заварил еще пару танков в виде гигантов четвертого уровня всего лишь четвертого но в принципе все равно это гиганты пару лучных еще сварил и пару визардов по баночкам как я сказал два рейджа две баночки праздничные ну и в общем баночки праздничные предлагаю сразу скинуть на вот эту вот тройку зданий дефа ну и по идее эти здания дефа сейчас все будут уничтожены отлично так теперь раскинем лучность на крайние домики чтобы формануть халявные проценты кстати тут халявных процентов достаточно много поэтому можно принципе их тут и поискать кое-где по находить и собственно процентики эти самые халявные и оформить так основной атаку будем разворачивать наверное со стороны вражеского кинга ну и посмотрим что из этого выйдет наверное буду атаковать блин в два ручейка или в один ладно давайте наверное попробуем в один ручеек протаковать опускаю своих танков в виде гигантов ну и запускаю теперь таранчиков пошли у меня таранчики в облака ярости я их запускаю в основном но сзади раскидываю своих дамагеров это конечно же маги и конечно же луки так варвары уже зашли так далеко с таранами ничего себе рейдж скидываю дальше и блин как они как блин они как нож сквозь масло проходят через любой просто забор пару таранчиков бах минус заборинка и дальше побежали это просто дико офигенно смотрится это дико круто и блин добавьте разработчики пожалуйста этого юнита на постоянной основе в нашу игру это просто офигеннейшие создания они такие фановые они такие юркие такие хоп 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 там заборинку пробили там заборинку пробили бах развалились на варваров варвары бешеные в разные стороны разбегаются куча миломает просто все что у них на пути встречается блин это реально просто топово ну и насколько я понимаю мы оформляем эту базу на три звезды что ж но это реально достойно это реально очень классной если учит что это просто фан атака это просто фан атака таранами тараны ярости и праздничные бабахи вот эти вот на день рождения клеша как по мне просто офигенно и очень очень здорово спасибо огромное еще раз за предоставление аккаунта добрый человек это просто уникальный контент и я в очередной раз пофанил все таранами это просто Это реально очень-очень здорово. Еще раз огромное спасибо, Искатель. И, кстати, ребят, забыл упомянуть в начале видеоролика. Тут есть еще одна странность на этой базе. Деревня строителя тут вообще, в принципе, еще не открыта. То есть, хозяин вообще не заходит, по идее, на этот аккаунт. Тут просто вот лежали вот эти вот тараны. Ну и, в принципе, все. Но, на самом деле, я думаю, что хозяин этой базы еще заварит уникальных юнитов, которые в скором времени будут доступны по вот этому вот хэллоуинскому ивенту. Сладость или гадость. Не знаю, когда выйдет этот видеоролик, возможно, ивент уже будет действовать. Поэтому, возможно, у вас уже этот ивент вообще прошел. Но, во всяком случае, ребят, сегодня наш видеоролик уже будет подходить к концу. Спасибо огромное за то, что смотрели. Надеюсь, видеоролик вам понравился. Надеюсь, поднял вам настроение. Потому что лично мне, ну, дико понравилось атаковать сейчас с таранами. И вот эти вот итоги, которых мы достигли. Две трешки. Да, я понимаю, что базы были слабые. Но, блин, ребят, третий кинг в нашем распоряжении. 50 таранов. И вот эти вот баночки бабахи в чьи дня рождения. Ну, ешки-матрешки. Мне что, на фуловые десятки идти? Нет, конечно же. Ладно, ребят, еще раз. Итак, спасибо за просмотр. Было бы очень клево, если бы вы поддержали это видео своим царским лойсом. Подписались на мой канал, если еще не подписаны. Ну, а с вами был Жираф. Всем огромной удачи. Невероятного фана. Никогда не болеть. Увидимся в следующем видеоролике. Либо услышимся на следующей прямой трансляции. Еще раз спасибо за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok